Приморье и приграничные провинции КНР связывают давние партнерские отношения. Традиционно жители Поднебесной поставляли в наш край текстильные изделия, овощи, фрукты, медицинское оборудование и многое другое. В последние годы вектор товара оборота поменялся. С наступлением кризиса покупать у китайцев стало не так выгодно, как раньше. Выгодно теперь стало продавать. Чтобы подстегнуть партнерские отношения между нашими странами, вот уже как пятый год подряд Центр развития экспорта Приморского края организует выставку приграничной торговли в Суэфэнхэ. В этом году в мероприятии поучаствовало более 400 предприятий из разных стран. Помимо России и Китая свои товары представили компании из Южной Кореи, Таиланда, Африки, Вьетнама, Малайзии, Германии и других стран. Выставка прошла очень положительно и позитивно. Во-первых, выставка является не просто выставочным форматом, а выставочным ярмачным форматом. Этот формат дает реально почувствовать нашим компаниям приморским реальный спрос на нашу продукцию, которую мы представляем и продвигаем на рынок Китая. Это как раз формат тех взаимодействий, где конечный потребитель, граждане Китая, могут купить и попробовать нашу продукцию. У китайских потребителей пользуются популярностью приморский мед, конфеты, алкогольные напитки, рыбопродукция, а также косметика и парфюмерия. Постепенно пробуют свои силы и компании по производству текстильных изделий, но шанс построить свой бизнес в соседней стране есть у каждого. Главное – предложить им нечто уникальное, натуральное, по сходной цене. От нас хотят видеть красивые, качественные товары, которые будут нравиться китайским покупателям, потому что прежде всего китайцы – бизнесмены. Они хотят зарабатывать, распространять российские товары и на этом жить. Сейчас это хорошая возможность для них, и многие компании меняют направление. Из китайских товаров начинают торговать российскими товарами во всему Китае, поскольку рынок сбыта очень большой, и даже если 1-2% займешь китайского рынка, это уже огромные деньги. Алексей начал экспортировать продукцию из меда еще в 2014 году. Постепенно ассортимент стал расширяться, и теперь в лидеры поставок выбились цукаты и масло виноградной косточки. Как говорит сам Алексей, главное в налаживании отношений с китайцами – торговаться, ну и знать подводные камни. В первую очередь нужно регистрировать свою торговую марку на территории Китая, потому что может сложиться такая ситуация, когда ты хочешь привезти товар в Китай, а он уже торговая марка твоя оформлена на другого китайца. И с такими проблемами сталкивались даже наши крупные производители. Это другой менталитет, это совершенно другое видение бизнеса, это другое видение работы. Я скажу, что они считают себя умнее гораздо нас, все-таки они аргументируют тем, что китайской нации уже более 3000 лет, и это чувствуется иногда в работе с ними. Также нужно помнить, что китайским партнерам интересно работать с большими объемами товаров. Но любое дело начинается с малого, и выйти на международный рынок может даже небольшое предприятие. Главное – проявить сообразительность и упорство.